За один день огонь охватил очень большую территорию, к сожалению, погибли люди. Почти полторы тысячи семей остались без крыши над головой, огнем уничтожено много домов в 38 населенных пунктах. Всего в зоне бедствия около 7 тысяч человек оказались. За предыдущие несколько дней пожары практически ликвидированы в Хакасии. Теперь главная задача помочь пострадавшим от стихии. По моему поручению были оперативно подготовлены документы. В общей сложности на эти цели пока предполагается выделить около 700 миллионов рублей. При подготовке плана первоочередных мероприятий «Единая Россия» выступила настоящим партнером для правительства. У нас есть целый ряд специальных площадок для того, чтобы обсуждать ситуацию, включая антикризисные штабы, правительственную комиссию по экономическому развитию интеграции и целый ряд других мест. В минувшую пятницу бюджет прошел третье чтение. Благодаря такой слаженной работе будут обеспечены социальные выплаты, пенсии, процесс импортозамещения по целому ряду отраслей, но и ряд других необходимых жизненно важных и далеко не всегда популярных мер. Наша партия действительно знает, чем дышит страна, чем занимаются регионы, каково социальное самочувствие в тех или иных территориях, именно потому что отвечает за состояние дел в целом и находится у власти. Хочу вас поздравить и выразить надежду, что вы будете классными специалистами. Минерально-сырьевой комплекс еще длительное время будет оставаться одним из важнейших источников развития страны. И самое главное, что он может и должен создавать спрос на высокие технологии, на современное оборудование, которое в свою очередь позволяет более рационально распоряжаться всеми нашими природными запасами. Наши предприятия не всегда могли предложить конкурентоспособные комплексные решения. Сегодня мы оказались в принципиально иной ситуации. Оборудование для добычи углеводородов стало предметом политического торга. Именно нефтегазовый сектор оказался основной мишенью санкционного давления на Россию. Из-за снижения мировых цен на нефть, девальвации рубля, компаниям пришлось частично пересмотреть свою закупочную политику. Но, с другой стороны, создало неплохой шанс для реализации программы импортозамещения в этой сфере. При поддержке государства был разработан ряд технологических методов, образцов техники, которые не уступают зарубежным аналогам.